Добрый день, дорогие друзья! Меня по-прежнему зовут Сергей, вы на канале Ситроен Вояж, где я рассказываю о путешествии на самодельном автодоме, снимаю различные другие проекты, фестивали, выставки и так далее. Поехали! Многие спрашивают, куда я пропал. Последнее видео у меня появлялось в конце июля, наверное, и было оно с фестиваля АБТ, где, куда собираются путешественники, чествуя день рождения знаменитого Сан Сан Чтрушникова. Так вот, будут еще видео, будет очень много материала, который отснят за все лето, осень, просто не было времени монтировать. Весь август были в Абхазии, шикарная страна, рекомендую, ребят, теплое море, красивые пейзажи, горы, замечательные, добрые, отзывчивые люди, питание гораздо дешевле, чем в России. В общем, все супер. Единственное, что коровы лежат посреди дороги, и их приходится объезжать. Коровы совершенно не пуганы. Дальше были осенние слеты, слет под рюкзаком, кавсбойская вечеринка. Почему кавсбойская? Потому что на школьном автобусе кавс Саша Холодный с компанией доехали от Москвы до Магадана, и вот мы их встречали торжественно в кемпинге. Кемпинг называется «Вокруг света», находится в Московской области, рядом с городом Каширой. И вот там проходило вот это вот мероприятие. Тоже было достаточно много экипажей, и веселье было два дня. Приезжал Огрил компания со своими грилями, делали для нас гриль-шоу, все были в восторге. Раздавали призы, от Огрила были скидки, были какие-то гаджеты от них. И также компания «Беркут» представила свои держатели для гаджетов в качестве призов. В общем, призов было много. Некоторые узнали об этих мероприятиях, к сожалению, поздно. То есть вот мероприятие проходит, а ты узнаешь. Обидно, конечно, и хочется, в общем, как-то вернуть время назад. Но мы решили исправить эту ситуацию, создав некий сайт. Мы его назвали «Портал автопутешествий. Life for Travel», то есть «Жизнь для путешествий». Название придумал мой внук, а я придумал вот это сокращение. «Elfoti». «Elfoti». То есть «Elfoti.fun». Вот простой адрес, очень удобный для запоминания. Заходите, смотрите. Есть там все, что необходимо. Слеты, выставки, фестивали. Со всеми условиями их посещения. То есть стоимость билета, где будет проходить, ссылка на геоточку на карте. В общем, все удобно, все доступно, все хорошо и наглядно. Для того, чтобы самим участвовать в создании фестивалей, мы... Также у нас создалась некая инициативная группа, которая участвовала в создании фестиваля «Русские дороги» под Казанью. И когда мы провели этот фестиваль замечательный, то Казанская администрация, в частности Комитет по туризму Татарстана, очень заинтересовался этим и предложил нам провести у них еще один фестиваль в следующем году, но в другом месте. И это место тоже уже обозначено. Мы его выбрали. Вот у меня есть билетик такой. Вот я летал в Казань в сентябре месяце. Выбирали из трех различных мест, предложенных нам. Выбрали шикарное, на мой взгляд, место. Это древний город Булгар на берегу Волги, как раз в том месте, где Кама сливается с Волгой. Кама впадает в Волгу. Многие считают, что Волга впадает в Каму, поскольку Кама в этом месте значительно шире, чем Волга. Но, тем не менее, вы сможете увидеть все это своими глазами, посетив наш фестиваль, который будет называться Венлайфест Автосабантуй. Автосабантуй, потому что на этом месте буквально за неделю до нас будет проходить чествование 1100 лет принятия ислама на Руси. То есть еще задолго до принятия христианства часть Руси, которая находилась в ханстве, она приняла ислам. И через неделю после нашего мероприятия будет там огромный сабантуй. Сабантуй – это праздник плуга, урожая. Это когда, скажем так, посевная закончилась, и люди гуляют, празднуют. Это будет как раз 12 июня. Поэтому у нас такой вот автосабантуй, то есть мы тоже, скажем так, дети у нас в школе отучились. Мы все свои дела в мае рабочие завершили, и лето начинается у нас таким вот праздником сабантуем, который мы планируем провести. Будет очень интересная программа, будут артисты, будут множество экскурсий, будет выставка автодомов, выставка производителей автодомов. Мы всех приглашаем в сотрудничество, будет очень интересно. Ребят, поверьте. Ну, а пока, значит, все новости смотрите, пожалуйста, вот на этом вот сайте, который мы запустили. И ближайшая новость – это выставка «Поехали». Выставка «Поехали» пройдет в Москве на Красной Пресне 13-14 ноября. Я буду участвовать со своим автодомом, будет еще очень много самодельщиков интересных. Будут знаменитые автопутешественники, которые весь мир проехали по нескольку раз. И будет очень много вездеходной техники, будут производители автодомов практически все отечественные. Мототехника будет представлена в различных вариантах, то есть для лета, для зимы. Очень много будет именно тех аппаратов, которые участвовали в Байкальской миле. Там вот с такими вот огромными шипами на колесах. То есть вот все это можно будет увидеть и потрогать своими руками. Так что, ребят, обязательно приходите. Те, кто хочет получить бесплатный билет, пишите мне в личку «Хочу билет». Все равно куда? На YouTube, в Instagram, Instagram, Citroen Voyage. И из всех желающих, которые мне напишут, я разыграю там 3-4 билета, вы гарантированно будут разыграны. И победители их получат. Вот рандомным образом, там, не выбирая какие-то приоритеты, знаю я этого человека. Нет, если он мне написал «Хочу на выставку» и жребий выпал на него, значит, он получает этот билет. Я ему напишу, там, как мы с ним встретимся. Либо я ему его направлю, либо он придет на выставку, я ему этот билет вынесу к охране. И он пройдет. Так что, ребята, не зевайте, не сидите дома. Вот черный почему? Сейчас, вчера только на самолете вернулся из Турции, загорали там. Да, можно проехать в Турцию. Все сейчас будут спрашивать, был ли я на своем автодоме. Нет, ребят, летал самолетом. Но пробраться туда можно различными путями. Кто-то использует второе гражданство. То есть, проезжает, допустим, по какому-нибудь кипрскому паспорту через грузинскую границу на своей машине. Это возможно. Кто-то использует приглашение родственников. Кто-то едет на лечение за рубеж. И все это прокатывает, и можно пробраться туда. Но будем надеяться, что границы скоро откроются. И мы все проберемся туда, куда мы хотим. Но моя заветная мечта все-таки объехать вокруг Черного моря, которая не смогла осуществиться у меня в 2020 году. Но, надеюсь, в 2022 эта мечта все-таки у меня осуществится. Так что, ребят, не сидим дома, готовимся к путешествиям. Ну, а сейчас я вам хочу показать интересный проект, который я заснял на фестивале АБТ. АБТ – это некий стелс-автодом, сделанный из мебельного грузовика, который со стороны даже я не мог определить, что это автодом. То есть, ну, совершенно ничего не бросается в глаза. И человек в этом автодоме живет уже, ну, наверное, уже почти год он живет в этом автодоме. Человека зовут Александр, и он нам сейчас все расскажет про свой автодом. Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» Добрый день! Вы на канале «Ситроен Ваяж». Меня зовут Сергей. Мы с вами на фестивале АБТ, который проходит на границе Московской и Тульской областей. Уже не первый год. И сегодня у нас на обзоре очень-очень интересный кемпер, деланный своими руками. Сейчас его владелец нам все расскажет. Здравствуйте, я Александр, со Свердловской области. Сделал для постоянного жилья. Как бы сейчас передвигаюсь, заехал на данное мероприятие. Посмотреть, пообщаться с людьми, узнать, кто как делает. И какие, ну, путешествия, цели и так далее. Саш, ну вот даже мой натренированный взгляд никогда бы в потоке и даже где-то там во дворе не определил бы, что это кемпер. Почему вот стелс? Стелс – это вот невидимка. Почему? Чтобы можно было легко парковаться и не было лишних взглядов в любом месте. Как бы это основной образ жизни, образ пребывания. Не привлекать внимания? Да, да, чтобы можно было спокойно отдохнуть. Все же люди в данном мероприятии, они имеют свое жилье. И, соответственно, это машины для отдыха все равно, как ни крути. А у меня нету. Я порой не всегда хочу, чтобы в мою личную спальню, грубо говоря, заходили, стучались и так далее. То есть, менее заметно, меньше проблем, если упрощенно. И как давно ты построил этот аппарат? Ну, я его и сейчас не достроил. Некоторые нюансы, те, которые я хотел, часть проблем, задачи, которые я ставил, они нерешенные. И ищу поиски, решения. Что это было изначально? Да, но я этим уже и осталась. Это грузовик мебельный. Мебельный фургон? Да, мебельный фургон. Он как-то утеплен внутри? Да, 50 миллиметров, 55 боковые стенки, 80 потолок, ну, в центре, оно немножко под скос идет, соответственно, крыжа. То есть, в углах, соответственно, 60. Ну, рассчитывалось из минимального из 60, то есть 80, это получилось максимум. Это ты утеплял или он был утеплен? Там было штатное, я полностью разобрал, соответственно, сделал вот свои требования, задачи, потому что тот утеплитель, который там стоял, это не было хорошим утеплением. Пенопластовые плиты были установлены, ну, с максимальными зазорами, что неприемлемо. Деплопотери, это не мой случай был. Скажи, пожалуйста, вот сам материал корпуса, это что, сталь, алюминий? Вообще, будка идет, ну, уже, как у любого грузовика, задняя рамка, она железная, потому что железо держит нагрузки. А большая часть, вот двери, вот эти боковые, получается, они из оцинковки, оцинкованный металл, соответственно. Металлическая рамка и оцинкованный металл. Именно вот эти, потому что они несут большую нагрузку, там алюминий, соответственно, проблематично использовать. Основные получают, не основные, а верхние, допустим, элементы, которые держат крышу, они идут из алюминия, алюминиевый профиль. То есть, ну, это сделано в Европе, было грамотно, как бы, да, будка, конечно, тяжелая, но зато она износостойкая. Сколько лет было машине и какой был пробег, когда ты ее приобрел? В 2018 году 350 тысяч, но после, как бы, двигатель откапиталился. Но это изначально была задача сделать максимально надежную машину, поэтому и вкладывались, ну, то есть, время рассчитывалось, ресурсы под восстановление. Я, как бы, в удачу-то не верил и не искал изначально хороший вариант, чтобы ездить и в один прекрасный момент получить лучше. Лучше я подыскал более доступный вариант, чтобы ложиться, уже сделать один раз. То есть, с убитым движком, да? С убитым движком? Нет, движок нормальный был, в принципе, все, там, единственное, сальники текли, то есть, масло. Но это, по идее, не критично, с этим можно было бы двигаться, конечно же. Но, раз затронулся момент переборки двигателя, то даже, ну, я настоял, перегализовался двигатель. Ну, хорошо сделали, как, нареканий нет, все работает? Да, вроде нормально, да, меня еще, как бы, человек спросил, я же с грузовиками подобного сегмента не сталкивался до приобретения данного транспорта. Вот, и меня человек потом спрашивал, как бы, ну, кто мне делал двигатель, говорит, как работает? Я говорю, да, вроде точно так же. Ну, там, все равно, это, со временем, конечно, все бы проявилось, больше негативные моменты, если бы не было восстановления двигателя. То есть, вкладыши, допустим, некоторые были испорчены на коленвале, соответственно, ну, все заменили. Выпускные клапана, то есть, некоторые были подгоревшие, но я все-таки, и комплект, ну, там, не особо дорогой был, допустим, и вкусные тоже. Во сколько тебе переборка вот эта вот обошла? Все вместе 350 тысяч восстановления всего, и в том числе ходовой части, но не задней части, задняя где-то 150 с навесными ящиками. На все, про все, с учетом всех вложений, сколько у тебя до постройки автодома было в покупку и в приведение в порядок автомобиля? Ну, 500 покупка, 350 двигатель примерно, ну, я особо так сильно расчеты не вел, как бы, планировал. Ну, я когда в процессе постройки уже решил более капитально сделать, то есть, была цель другая немножко, было временное жилье, а в процессе постройки решил докинуть денежек и получить более постоянный, более идеальный результат, так как видел многофункциональную машину. Ну, в общем, до миллиона, да? Нет, пунговая часть примерно 500, то есть, где-то полторашка в сумме. Полторашка. Понятно. И скажи мне, пожалуйста, вот по задним дверям, они у тебя сохранили свою функциональность, они открываются или полностью? Нет, это не просто было, они просто намертво закрыты с герметиком. Специально не стал заваривать никакие замки, чтобы лишних подозрений, ну, не было, чтобы... Пускай будет все как заводское, по сути дела. Слушай, не просят, откройте сзади. А сзади нету смысла открывать, есть же боковые двери, почему именно? Именно задние двери. Тем более, это же... И, соответственно, у тебя вот эта дверь, боковая, тоже она заварена, да? Не заварена, а просто намертво закрыта, то есть... Но там герметика нет, да? То есть, если замок будут ломать, смысла не будет замок, потому что там идут определенные вставки, которые держат эти штыри, которые уходят вверх и вниз. То есть, то есть, замок, если даже выломать, его все равно не отнимают. То есть, ребят, вот этот замок фикция, ломать его бесполезно. Да, это бесполезно. Тут, как бы, механизм, вот эту кнопку отжимаешь, изначально было, и оттягиваешь еще и на себя. Она даже не отжимается, ну, даже если бы отжалась, ее не провернуть, потому что там определенные вкладыши сделаны. То есть, с герметиком все. Заправка для воды. Лучок? Да, от Nexi. От Delo Nexi. Он там где-то оттуда открывается, да? Ну, нет, он снаружи открывается специальным механизмом, то есть, тяну, получается, специально для легкого доступа. Вот, человек мне подсказал. Вот, сделали такой способ заправки воды. Интересно. Интересно. Ну, пойдем внутрь. Так, свет включи. Пока остальные не подключил, более нету, потому что дождусь осени, потом, пока уже желания нету, чтобы прямо сильно наводить порядок. Ну что, ребят, ну, просторно, достаточно просторно. Здесь фактически двухспальная кровать большая. Вот, и, как бы было ни странно, но здесь обычные металлопластиковые рамы, которые со стеклопакетами и которые у нас здесь смотрят в атмосферу. Ну, еще бы был вот этот козерек светопрозрачный, был бы вообще... Ну, это мне не нужно, тогда будет видимость, получается, сейчас. Нет, светопрозрачный, в плане он пропускает свет, но не видимым. То есть, типа, матового, но... Ну, возможно, да, там просто будет испаритель, скорее всего, для кондиционера. То есть, это будет, спойлер, немножко переделываться. Не нашел решения для пока вопроса с кондиционером. Интересно, интересно. Вот, и... Ну, здесь шкафчик, понятно, при входе. Здесь... Ну, для обуви, получается, шкафчик и, соответственно, тут, ну, как бы, мой мини-стульчик для работы, для прочего, для всуживания тоже котел используется. Ну, покажи, как он работает. Ну, в принципе, рычага, что... А какой вес он держит? Ну, мой выдерживает спокойно. Ну, как бы, это был расчет. Я 90 килограммов. Да, слушай, хорошо. Ну, прыгать, конечно, не стоит. Сдуру можно все сломать. Вот. Ну, это и расчет, что именно сидеть что-то либо на улицу, либо отремонтировать тот же самый электросамокат. У меня пришлось некоторые моменты восстанавливать. Достаточно, ребята, высокая машина, но здесь хитрость в том, что здесь двойной пол. Вот что вот, ребята, вот этим люком? Ну, привозите, расскажи. Здесь, получается, находится вентилятор, который с генератора забирает горячий воздух. Генератор 3-киловаттный, раздетый, обычный. То есть, хутор 4-тысячная модель. У него же, соответственно, будет большое тепловое отделение, а генератор я, соответственно, доставать не хочу. То есть, была изначальная задача не доставать, а эксплуатировать генератор всегда в ящике. Вот, он немного модернизировался, но тепло никуда не деть. То есть, он сам бы задохнулся. Перегрев приводит, соответственно, к неисправности. То есть, тепло нужно отводить. И здесь огромный вентилятор, который 200 ватт. То есть, проточник, ну, который 5000 стоит, в принципе. Вот, и он установлен через подрубок. Ну, и здесь дополнительные вещи, которые именно я не использую, но которые могут пригодиться. Часть инструмента, часть оборудования, которое мне еще нужно для определенных работ, доделок. Понятно. Ты решил использовать, как материал, ламинированную фанеру, достаточно толстую. Ну, вот есть потоньше, есть потолще, как столешница. Да, есть вообще тоненькие, 6-миллиметровые, которые несут только эстетическую функцию. А основные элементы 18-ые, дверки в основном девятка. Вижу. Ну, и покажи вот эту вот свою ноу-хау, которая ни в одном автодоме. Я тоже не понимаю, но у меня принцип то, что я один эксплуатирую. И мне немножко не решил с поддоном ситуацию. То есть, раковина поднимается и эксплуатируется уже, как душевая шторка задвигается. И по другому достается, вода стекает. Только вот поддон сделал, все-таки прямой, торопился уже, надоело заниматься этим. И вода, соответственно, не стекает. С наклончиком. Да, нужно будет. Ну, у меня есть ряд вариантов. Один пока временно. Это перекачиваю, либо сгоняю воду. Ну, как бы насос не помог. А душ это вот тот, который вот там? Обычный. Ну, я взял подороже, потому что за 3 тысячи мне нету доверия. А этот для марок, допустим, их 7 тысяч стоит. То есть, я надеюсь, что он проработает. Подольше. Не подольше, а весь срок эксплуатации данного транспортного средства. Понятно. У тебя две раковины, но используется только одна, а вторая просто запущена. Да, вторая. Ну, я думал, один из вариантов, допустим, вещи убирать там при стирке, если что-то мелкое постирать. Фрукты. Пока даже особо эту чистоту сильную не довел. Не до этого. Лучше отдохну пока. Так, здесь у тебя что? Здесь холодильник. Он так и останется здесь. Просто сейчас пассивная вентиляция сделана. То есть, дверку стараюсь открывать, потому что слишком жарко. А теплое выделение у холодильника, соответственно, приличное. Обычный компрессорный, но этот мне попался удобный. То, что он на 70 литров. При той же самой высоте, которую я хотел, я нашел более широкую. А мне позволяет ширина. И, соответственно, я этот ящик делал под расчет 60 литров максимум компрессорный. Либо Дометиковский газовый. Ну, определялся и прочая ситуация. А тут как раз увидел 70 литровый и не пожалел. Потому что вроде бы чуть-чуть расход может быть электричеством больше. Но 10 литров все равно приятнее, дополнительнее, чем рассчитывал. Так, это все понятно. Теперь про санузел. Где ты прежде что лет? Санузел я увидел, как немцы используют. Не помню какое видео. Вот они на Урале были. Не помню в каком видео. Немец объяснял, что если сделать по-простому, то можно стульчик, надеваешь пакет, потом выбрасываешь. А я один, как бы мне это приемлемо, а биотуалеты, даже если, грубо говоря, берешь дорогой, ну это не я проверял, это люди как бы говорят, надеюсь не врут, даже за 80 тысяч, если возьмешь крышку, когда открываешь, все равно бывает запах вот это все. Это вторичные проблемы. Первичные, это, соответственно, поиск специальной бумаги, специальные средства, которые разжижают. Найди место, чтобы слить. У нас аксессуя где? Зачем мне это искать? Если можно по-простому сделать. Немцы же не глупые. Ну понятно, понятно. Хорошо, я понял. И под кроватью что у тебя находится? Пропанная и вода чистая. Ну это основное. А также там насос находится, получается, насос для подачи воды в душевую систему. И расскажи про свою систему отопления, потому что система отопления у тебя тоже хитрая. И я ее встречаю тоже первый раз такую, да? Ну, наверное, да. Да, все-таки. Потому что изначально Alpine Air NGS 50F, это воздушная. Покажешь мне? Ее не было. Она была запланирована мной. Изначально цель стояла сделать без электричества, чтобы зимой не запускать какие-то генераторы, не мотать и не подключаться к сети, соответственно, быть автономным зимой. А электричество, все равно даже фены эти, им нужно хотя бы 24 ватта, они потребляют. То есть, ну, в средние, допустим, показатели 5 ватт, я уже не помню. Не суть важна. Им нужно электричество. И стояла цель найти систему, которая не потребляет. Там воздушка с системой EUROSIT 730 или 630, автоматика, чисто без электричества, на механике работающая. Вот. Она меня устраивала, но потом я узнал, что есть водяные системы без насосные. И мне это, соответственно, очень понравилось. В данном случае я мог это реализовать. Точнее, мне человек смог это реализовать. Вот. Спасибо ему огромное. Может увидеть мое видео. А как его зовут? Ну, это Александр с Нижнего Тагила. Вот. Ну, он как бы и занимается отоплением и грузовиками. Вот. Он мне многие части помог, подсказал. Ну, покажешь, как выглядит агрегат? Агрегат, да. Ну, наверное, проще через вот здесь посмотреть, через вот это отверстие техническое. Обычно он раздетый, просто переделан. Здесь, допустим, этот тент двухкиловаттный, чтобы можно было от сети подключиться, газ не тратить. Обычный котел, просто он разрезанный был. Видно, на витамидная трубочка. С обратной стороны там есть, как бы, и датчик температуры, по сути дела, и регулировка. Температура задается, которая... Я не понял, у тебя он все-таки сейчас безнасосный или насосный? Безнасосный, потому что по физике котел, ну, если упрощено, я, может, даже уже сейчас что-то скутаю, котел должен быть, соответственно, ниже элементов отопления, то есть батареи. Вот, он и находится, газовая горелка, которая включается там, она ниже уровня пола. Антифризная система, расширительный бачок здесь, он специально по центру, чтобы при любом уклоне это функционировало. Ну, то есть у меня и функционирует, в принципе... В нем остывает вода, и она опускается в котел, прогревается и идет сюда. Нет, там по физике немножко по-другому работает, как мне объясняли. Там не вода, а антифриз. Ну, антифриз, понятно, да. И принцип того, что все считают, что горячая вода толкает холодную, на самом деле холодная выталкивает горячую воду. Опускаясь вниз... Нет, холодная, она же внизу находится, она толкает горячую, а горячая уходит на батареи, на вот эту, на эту. И третья батарея эта, которая для чистой воды, она находится под диваном, ну, чтобы зимой, соответственно, там же тоже холодная точка не замерзла. Угу, интересно, интересно. И вот про этот лючок еще расскажи. Ну, здесь весь пол подъемный, и вот эти все размеры, они шли, я не мог готовую мебель купить, пришлось все это делать, потому что машина как устроена? У нее есть рама, рама проходит, грубо говоря, вот здесь. Потом был переделанный подрамник, а у подрамника поперечина, и вот эти все стыки, они лежат на подрамнике и на поперечинах. Поэтому все вот эти размеры, чтобы и ящики открывались друг друга, не задевали, соответственно, была такая задача, даже расметка осталась нестандартная. 439, 368, если бы я сам бы делал бы, ну, зачем мне такие? А в данном случае, чтобы это не задевало при открывании, были такие размеры выбраны. Здесь в ящике, так, в этом ящике у меня находится серый бак на, как я думал, 90 литров, нет, все-таки 70 литров, видимо, это моя ошибка при расчетах. Слив происходит, да, здесь находится, ну, в принципе, вот. Бак с серой сливаю, краном открываю, уходит, соответственно. Он тоже отапливаемый, то есть система антифриза, подогрева в нем есть. А холодильник это временное решение, чисто на лето, зимой, когда будет прохладно, грубо говоря, 9 месяцев, ну, скорее всего, эксплуатация. Есть для продуктов вот этот, здесь и нету отопления, и, ну, можно будет закинуть. Ну, сейчас, как всегда, беспорядок, потом, как-нибудь, когда на отдыхаюсь. Холодный ящик для продуктов, да, чтобы в зиму не замерзнуть холодильник. Да, там проходит труба, я ее утеплю, чтобы тепло от нее не нагревало ящик. Ну, опять же, если с мозгами подойти, какие-то продукты можно ближе к трубе, чтобы, допустим, если сильные морозы в лед не замерзали, какие-то, точнее, подальше, какие-то поближе к этой трубе. Скажи, пожалуйста, вот машина не для путешествий, машина для жизни. И ты планируешь жить именно вот, как бы, в нашей полосе средней, или ты будешь уезжать на зиму на юг, а летом в северник? Все зависит от того, что я дальше придумал, с какими людьми пообщаюсь, в плане, соответственно, также работать. Были одни, вторые, третьи варианты. Сейчас склоняюсь к приобретению другого грузовика, но уже для работы. Вот, а пока в Московской области, да, в Москве был последний раз 15 лет назад проездом, поэтому здесь нахожусь погулять пока лето. А на юг сейчас двигаться без кондиционера. Ну, там примерно такая же температура, но я хотел через Грузию в Турцию, люди мне объяснили, хорошо, что я до туда не доехал, что для легковых машин, ну, вообще для транспорта не закрыто сейчас. То есть только для туристов, для перелета открыто. То есть хорошо, что я не поехал, да и тем более там жара. Ну, слушай, в Грузию наверняка нужно будет на эту машину оформлять дозвол для переезда через границу. Что значит дозвол первый раз? Дозвол, дозволение въезда грузовому транспорту. У нас в Грузии особый режим. После войны восьмого года оформляется для грузового транспорта, не лиховых, а для грузовых дозвол на проезд через границу. То есть это тоже там вот почитай, подумай. Я созванивался, пытался в посольство Грузии дозвониться, целый день звонил. Ну, слушай, это делается там вот в ближайших наших городах перед Грузией, и можно там в принципе это сделать на границе, но там это чуть дороже получается. Ну, порядка там 5-7 тысяч рублей стоят эти документы, но там день потерять их оформлять. Ну, этот день это не проблема. Проблема в том, что еще грин карту нужно делать, она около десяточки стоит на два месяца. То есть опять же... На эту машину, да? Ну, в принципе, наверное, на любую бы категории. Десятку на два месяца. А, на два месяца, да. Нет, я больше 30 дней не оформлял. Ну, на один месяц где-то 4-5 тысяч, соответственно. Я планировал по максимуму, потому что, ну, это интереснее. Зачем мотаться сюда-сюда, если есть возможность подольше там побыть. Часть будет переделываться. Чем ты будешь зарабатывать себе там на жизнь или какие-то накопления есть? Ну, я, во-первых, могу и экономно жить. Все зависит от желания, воображения. Имею в виду, что можно и в ресторан пойти, можно и по-простому самому приготовить. Вот, к примеру, плита. Можно на ней все прекрасно готовить. Четырехкомфортная. Все зависит от моих желаний, потребностей. А она никуда не прыгает. Потому что машина тяжелая, я ее не насилую. На ней бесполезно ездить. По кочкам быстро, чтобы разломать. Я не для этого ее сделал, чтобы поломать быстро. Понятно. Понятно. Ну, вот что бы ты поменял здесь, вот если бы ты сейчас начинал строить ее заново, что бы ты вот прям совсем по-другому бы сделал? Грамотный человек, не электрик, который помогал, подсказывал некоторых вопросов. Он, конечно, говорил, нужен определенный план перед созданием. Но, как я ему тоже, к сожалению, говорил, у меня нет опыта, нет познаний. С чем я больше всего, мне не нравится то, что сделано здесь. Это моя, соответственно, ошибка, ничья больше. Это серый бак. Он находится в этом ящике. Под поддоном находятся технологические ящики. А по идее, по уну, гораздо было проще сделать бак для серой в том ящике, а этот использовать, потому что и слив был бы напрямую, и можно было бы несколько сливов сделать в разных точках напрямую, и пол оставить ровным. То есть при любом наклоне слив происходил бы в одну из точек. Даже четыре можно было сделать сливные. Открываешь, понимаешь, где находится, под каким углом, и слив происходит. А сейчас немножко замолохло. Вот это мне больше всего. Мне нравится, это можно было сделать более идеально. А так, в принципе, практически всем доволен. Ну, эстетику, красоту попозже. Понятно. Не тороплюсь с этим. Не для красоты делал. Для себя только лишь. Понятно. Огромное спасибо. Хороших тебе дорог, интересных путешествий, ну и интересной жизни. Самое главное не болеть. Хорошо, спасибо и вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok